Я Гулуф Александр Тимофеевич, мастер спорта по борьбе с самбо, по борьбе с дзюдо. Президент Ассоциаций специалистов висцеральных практик на сегодняшний день. 25 лет ассоциации Александра Ивановича, 30, а у нас 25 лет ассоциации. И являюсь доктором народной медицины, профессором. И вот очередная книга, которую я написал по диагностике. Вот Александр Агулуф «Современные методы диагностики в висцеральных практиках». Я дарю ему. Мы с ним очень давно знакомы. Вместе тренировались, вместе выступали на соревнованиях. А в 90-х годах, когда Александр Иванович появился на Мосметрострое, я стал в него тренироваться. В Москве. В Москве. Спасибо. Саша, это тоже. А вот здесь, может быть, оно всем пригодится. Сейчас попробую открыть. Здесь вот схемы активные, диагностические, по которым можно исследовать тело человека. И если на этих диагностических зонах появляется болезненное напряжение, то можно прочитать, откуда это идет. Слабость, предположим, селезенки, слабость печени, слабость почек. Ну и если вы проводите какие-то манипуляции на внутренних органах, на животе, то эти зоны исчезают. В идеале у нормального здорового человека эти зоны неболезненные. Проявляется болезненность только тогда, когда внутри человека что-то происходит. И вот здесь лицо. Как по лицу рассказать. И где-то начало 90-х годов у нас был общий знакомый с Александром Ивановичем. И мы разрабатывали схему, систему, которая позволяла бы выживать в экстремальных условиях. И первое, что здесь, на чем останавливалось все, это наш живот. Живот – это второй мозг. Более 200 миллионов нейронов. И мы частично думаем своим животом. И поэтому живот – это жизнь. И, конечно, может быть, если бы у нас появится время, я бы вам немножко рассказал, чтобы вы могли какие-то домашние ситуации решать легко и просто. А когда это перенесли все на гражданское население, то выясняется, что не только диверсанты могут спокойно решать свои задачи, не имея никаких лекарственных препаратов. А любой, кто хочет долго прожить, он должен знать вот это все. В животе не должно быть ни одной болевой точки, ни одного болевого напряжения. И если здесь отлично, отлично с ногами, отлично со спиной, все боли в спине – это в первую очередь, это живот. Боли в шее – это живот. Плохое зрение – это живот. Слух – живот. Ребят, и даже зубы зависят от живота. Нам государство разрешило проводить обучающие мероприятия, и мы проводим для специалистов, имеющих высшее образование, как переподготовка, переспециализация. И многие начинают заниматься висцеральными практиками, то есть практика на животе. И вот здесь, конечно, в понимании, если мы с вами имеем учеников, а часто ученики, что-то поел, что-то попил, что-то… И как его привести в нормальное состояние, чтобы на тренировке он не травмировался? Вот это очень интересная тема. Ну, я уже не говорю про реанимацию, которую вы тоже должны знать, потому что удар в грудь может остановиться сердце. И что нужно сделать в этом случае? Или удар по шее – шоковое состояние. Что нужно сделать, чтобы помочь, и чтобы вы не попали под криминал? Поэтому я считаю, что, может быть, даже с Александром Ивановичем надо подумать, нам методичку сделать. Он свою тему, а рядом тема здоровья. И критерий здоровья – не должно быть раздутого живота. То есть раздутый живот, как говорят китайцы, человек долго не живет. Это, Александр Иванович, прими, пожалуйста. А, спасибо. Ну вот, а потом подъедешь, мы проведем практическое занятие. Спасибо. Спасибо. Все. Я уже начал говорить по поводу того, что живот – это жизнь. Это в самом деле. Потому что от живота… Вообще наша медицина, если откровенно говоря, она потеряла здорового нормального человека. Есть специалист по глазу, есть специалист по носу, есть специалист по зубам. А выясняется, что самое главное, наверное, это кровообращение. Если кровь не поступает к деснам – все. Глазу не подходит – тоже плохо. К уху не подходит – мы глухие. А если в голову не пошло – значит, мы с инсультом лежим. И вот здесь-то возникает одна интересная особенность. Вот вообще вся вот эта тема, она началась, может быть, еще в году в 1974-м, в 1975-м. Когда так сложилось, что я после травмы спортивной, а я был мастер спорта, 30 раз подтягивался, считал, что я вообще идеально нормальный, здоровый, накачанный. Это я сейчас похудел после десятилетнего вегетарианства. И могу сказать, что вегетарианство не дает здоровья. Но тогда случайно зашли к нам в лагерь, а меня назначили, так как я с травмой ходил, хромал, начальником спортивного лагеря. Ну, естественно, в моей палатке было и тушенка, и сгущенка, и все. И вот пришли ребята, которые… Ну, так сложилось, что один из них попал в тюрьму, вышел из тюрьмы, ну, и привел еще двоих друзей. А так как мы с ним знакомы, он говорит, «Тимофеевич, выпить бутылку?» А я говорю, ну, бутылку выпить в пионерском, в спортивном лагере тоже неправильно. Конечно, я вам помогу. Там стакан найду, чем закусить. Ну, и вот я им, короче, завел к себе в палатку, и говорю, только не выходите, когда будете пить, и вообще, вот, находитесь здесь. Выставил сгущенку. Ну, и они, в общем-то, выпили, разговорились. И один говорит, «Хм, раз ты такой добрый, а давай я тебе что-нибудь покажу». Я говорю, «А что? Давай я посмотрю твой живот». А это был 1974 год. Я говорю, «А что его смотреть? Он нормальный». Ну, он говорит, «Я смотрю, ты как-то ходишь». Я говорю, «Да у меня травма». «При чем здесь?» «Ложись». Укладывает меня на… А у нас не кушетки, а раскладушки были. Запускает руку в живот и куда ни нажмет, везде болит. Как так? Я мастер спорта. Только сейчас прошли соревнования, где я хорошо выступил, а тут оказывается кто-то, где не надавит, везде все болит. Я говорю, «Так это у всех». Он выглянул из палатки. Пацан пробегает. Он говорит, «Ну-ка, иди сюда». Затащил его сюда, а теперь ложись. Малыша положил, рукой мнет живот. Говорит, болит у тебя? Он говорит, «Нет, не болит». А ты взрослый, и у тебя вдруг болит. А что нужно сделать, чтобы он не болел? И он мне начал поддавливать живот. Ну, примерно так вот. Если взять все боли за пятерку. Пятерка – это когда нетерпимая боль. Надавили, болит. Нужно работать на уровне тройки. И вот он мне на уровне тройки продавил весь живот. Сначала это было больно. А уже через 20 минут, куда не надавит, уже боли нет. А потом уже, как он выразился, «Я должен искать у тебя боль в животе, как сало в докторской колбасе». И после этого я встал. Самое интересное – нога. А у меня, скажем так, фасциальный разрыв, приводящий мышцы бедра. Долго не заживало, а тут вдруг перестало болеть. И я вечером поехал на тренировку. Ну, правда, я на тренировке начал в партере работать, а энергии столько. А как раз включили вот такую карусель, когда ты, предположим, и на тебя один-две минуты, другой-две минуты, третий, четвертый, пятый. Пока тобой уже вытирать татами не начинают. А тут я всех переиграл. На меня смотрят, а Гулов, ты чего, обкурился или там чего-то объелся? Я говорю, слушайте, я ведь продавил свой живот. Ну вот, и начал поддавливать. Конечно, свои ребята, они, ну, ты же такой же, как они, и почему ты давишь живот? У тебя никакого медицинского образования нет, и вообще ты кто? Ну, кто-то доверялся, кто-то отказался. А потихонечку я начал, где-то у кого-то заболело в лагере, живот заболел. Я его продавил, перестало болеть. Ну вот. А потом родственник у меня с животом обратился. Я ему продавил, размял живот, к вечеру на скорой помощи и в хирургии оказался. И вот здесь я сообразил, ага, что не все, просто так. Я начал искать литературу, а литературы нет нигде. По работе с животом. И все, хирург говорит, ни в коем случае не прикасайся. Терапевт тоже говорит, ты что, хочешь криминал на себя повесить? Но тем не менее, я по себе убедился, что живот – это рабочее состояние. И начал потихонечку методом тык, проб. А самое главное, он мне, как говорят, не отдал ключи. Вот если Александр Иванович может показать, он напоказывает всего, вы накувыркаетесь там. А в результате ничего не получится, если где-то на улице, если где-то боевая какая-то обстановка. Потому что здесь система. И там тоже была система. И вот пока вот эту систему не проникся, пока я не изучил, вернее, поступил в институт спортивный, и меня больше всего интересовала анатомия, физиология, биохимия. То, что никому не нравится, а мне нравилось. А тем более был какой-то определенный опыт. А что здесь? А вот что здесь? А что если вот здесь надавить? А что… Ну, естественно, и вот здесь тоже увидел одну общую особенность, что нет одинаковых людей. И если вы откроете учебник по анатомии, и вы вдруг видите, что там у людей тот же желудок располагается по-разному. У одного более прямо сюда, у другого под наклоном, у третьего вообще перпендикулярно или параллельно земле. Самое-то интересное, есть и опущение. И вот здесь вот уже наблюдая за людьми, я начал строить взаимосвязи. И, конечно, на лице очень четко нарисована проекция внутренних органов. Вот, предположим, лобная область – это наш кишечник. Причем вот здесь поперечно-ободочная. Если с печенью что-то происходит, то вот здесь возникает покраснение. А если ущипнуть в этом месте, здесь образуется гематома. Она нигде здесь не получится, а вот здесь ущипнуть – гематома. А почему? И вот это «почему-почему» их накопилось такое количество. И, конечно, когда в институте началась анатомия, я преподавателей, ну, может быть, даже к ним приходил, спрашивал, а вот это как, а почему вот здесь? И многие из них не могли ответить. Тогда пришлось вот эту науку самому строить. А уже начало 90-х годов, а тем более вдруг оказалось, что я начал заниматься со спортсменами. Сначала минводский локомотив, я начал продавливать у них животы. И вдруг выяснилось, что половина команды, у них отличное состояние, а у другой половины после меня что-то происходило. У кого-то начиналось расстройство живота, у кого-то бывало так, что неделю не мог сходить в туалет. Значит, какие-то механизмы. Ну и вот. И вот однажды, когда уже я работал в Степном, ну, там колхоз был Иргаклы такой, там был дважды герой социалистического труда Терещенко, председателем. Ну и, естественно, он собрал колхозную команду футболистов, которых уже везде списали. И мне предложили с ними начать занятия. И вот здесь я как раз на этой команде, на здоровых ребятах, увидел то, чего не увидели другие. Потому что, вот, предположим, начинается игра, и вдруг у одного болит коленка. Только вчера и только утром все нормально было. Выбежал на поле, и вдруг колено заболело. Я его укладываю на землю, руку в живот, и там слышу, как извергается желчь. Желчь из стекла, он встает, ничего не болит. Побежал. Если бы это был один случай, а когда эти случаи каждый раз повторяются, и повторяются только тогда, когда ответственные соревнования. И получается, что же? Значит, если ответственные соревнования, если стрессовая ситуация, значит, замыкается что-то. И вот началось вот с этого. И выясняется, что если мы с вами в стрессе, то первое, что напрягается, это луковица 12-перстной кишки. Она спазмируется и передавливает желчном водящие пути. А желчь, оказывается, она играет очень важную роль. Она запускает многие механизмы. Представьте, если желчный пузырь не отделяется, то система пищеварения, как бы вы витаминами, микроэлементами ее не снабжали, она не будет нормально работать. Только по одной причине – желчи нет. Те же жиры. И поэтому, когда я беру руку, поздоровался, можно вашу руку. Я смотрю, а кто передо мной? Слабость печеночки. А почему? Сухая рука. А сухая рука, что происходит? Желчь плохо отделяется. А она должна расщепить жиры. И получается, что у вас… Вас как зовут? Слава. Вячеслава, он кушает, пусть это сало, пусть это там сливочное масло, но оно плохо расщепляется. И тогда оно только в расщепленном виде всасывается в кровь. Оно должно всосаться, стоком крови попасть в печень, там разделится на глицерин жирные кислоты. Жирные кислоты возвращаются опять к кишечнику и забирают жиростворимые витамины. И тогда кожа становится мягкой. И выход из положения какой? Вячеславу нужно посмотреть область луковицы 12-перстной кишки. А почему? Для того, чтобы увеличить отток желчи. И тогда кожа меняется. А у другого, если взять, можно вашу руку. А вот здесь немножко и печеночка, и почечки. Я не говорю о болезни, это слабость, снижение функции. А как снижение функции? Можно ту руку посмотреть. И здесь слабость больше левой почки. А почему? Влажность руки на левой и на правой руке. И поэтому нужно знать своего противника в лицо. И иногда поздороваться. А если еще получится, посмотреть, как вот здесь пальчик. Здесь нет ли? Здесь хорошо. А можно на этой руке? Здесь тоже хорошо. А можно вот на вашей руке? Да, да, да. А сейчас, конечно. И вот здесь можно сказать, что вот с этой стороны кишочка, то есть с правой стороны восходящая ветка толстой кишки, она хуже работает, чем с левой стороны. А почему? Образуется ороговеший слой кожи. Это признак. А дальше уже решаем. И, конечно, такие, чем больше работаешь, а тем более пошел поток народа, спортсмены сначала, потом местные жители, потом мне погрозили пальцем. Агулов, если ты будешь заниматься здесь знахарством, то будет беда. Это там, когда работали. А главное, что тот, кто погрозил, это был главный врач медицинской части при этом колхозе. Она была женой приседателя. Но дело в том, что, видите, а все равно проблема-то, один вопрос, когда хирургия решает, а когда поддавил, отек снял, вообще в основе любой болезни это нарушение микроциркуляции, кровообращения. И чаще всего во внутренних органах образуются отеки. Отек, предположим, луковицы 12-перстной кишки. Она плотная, твердая становится. И оказывается, если ее потихонечку размять, расслабить, то тогда желчь начинает истекать. А самое это интересное, язвы желудка, язвы луковицы 12-перстной кишки, это когда кишка напряжена. И если желчь ее ошпарила, она ее сжигает, потому что она за счет этого напряжения плохо кровоснабжаемая. А если вы ее размяли, она становится мягонькой, то тогда ничего не происходит. И если даже вы отголодали 40 дней, и обычно после 40 дней запрещают не дай бог съесть кусочек сыра, не дай бог съесть кусочек мяса, потому что прободная язва. А тут, оказывается, если вы размяли луковицу 12-перстной кишки, сняли с нее напряжение, вы можете выходить хоть мясом, хоть рыбой, хоть колбасой, чем хотите. И ничего с человеком не происходит. Видите, какая интересная особенность. Мало ли, когда вы попадете где-то в степи, где-то в пустыне, где-то в лесах каких-то оказались, и нужно выживание. И вот здесь-то вот как раз спазмы, они формируют вот это нездоровье. Теперь опять же, вот такой простой пример. Вот можно детей. Малыш, ну-ка встань, вставай-ка. А теперь присядь, я послушаю. Нет, вот просто присел. Присядь и встань. Не хрустят коленки? А ну-ка попробуй. Еще раз присядь. А давайте у вас. Присядьте. Уже трески есть, да? Ну сейчас нет, но вообще бывает. А вот здесь вот как раз, ребят, если вы перед тренировкой, перед соревнованиями выдавите из желчного пузыря застоявшуюся желчь, то вот эти все хрусты, они прекращаются. Дело в том, что смазующие компоненты, когда у человека хрустят пальцы, хрустят коленки, когда приседаете, или вообще это смазующие компоненты. И не зря до сих пор в аптеках продают желчь с незапамятных времен, бычью желчь, которую прикладывают коленям для того, чтобы колени не болели. А вообще-то вся идея заключается в том, что если вы расслабили луковицу 12-перстной кишки, поддавили желчный пузырь, выдавили застоявшуюся желчь, то есть обезболили желчный пузырь, вы приседаете, а уже ничего не болит. Понимаете? А вот это все здесь. Мы с вами говорим о пятерке. Пятерка, а вы должны на уровне тройки давить. Не передавить. И вот очень хорошим таким моментом, что я познакомился, когда работал там в Ставрополе, с женщиной, знахаркой, которая на станции Белый уголь, там ее приемные были дела. И вот представьте, у нас у спортсмена отбили надколенник. Удар, бусы. И надколенник ушел сюда, на бедро. Ну, обычно созвонились со Ставрополем, должны были сделать там операцию. А он говорит, никуда я не поеду, пока к этой бабуле не отвезете. Да какая там бабка? Здесь нужна хирургическая операция. Ну вот, но с доктором посвящались и решили так, бешеные собаки, 7-верстный круг, проехать через эту станцию Белый уголь и потом его отвезти туда, в хирургию. И вот приезжаем к ней, а у нее народу палаточный городок. А так как он имел отношение, родственные связи с ней, она нас без очереди. Ну вот мы с доктором прошли, она посмотрела на это все. Тут же ставят два кирпича на огонь, а нас посадила за стол для того, чтобы мы чаю попили, перекусили. Ну, она расспрашивает о родственниках там, о том и всем. Родственники же души-то. И вот представьте, когда эти камни нагрелись, она берет один из камней, одела перчатку, забрала, обвязала его сырым полотенцем и прикладывает к ноге. Мы с доктором глаза такие. Потому что тепло, если тепло дать там, где произошел разрыв травмы, то обязательно будет отек. Но все равно ввести в хирургию, поэтому пусть греет. Ну и вот. И она по мере того, как кирпич остывал, один слой снимала, второй, третий. Потом сменила, другой кирпич взяла, опять эту намочила полотенце, опять его замотала, приложила. И у нас на глазах сначала, да, нога покраснела, а дальше она берет хозяйственное мыло, и хозяйственным мылом начинает гладить. И загоняет этот надколенник сюда. Затем берет палку длинную, сходила из огорода, принесла. Здесь привязала, здесь привязала, здесь и там. Короче, наш Витя встал в такой позиции. Говорит, ну иди домой, придешь через два дня. Мы переглянулись с доктором, отек ушел, надколенник на своем месте, осталось только, чтобы он сросся. Ведь как у китайцев. Китайцы, когда пленного берут, они надрезают на одной стороне кожу и на другой, и связывают, либо так, либо вот так. И к концу дня кожа срастается. И можно уже развязать эти два пальца, и ты никуда не убежишь, потому что, чтобы разорвать это, нужно разрезать. И вот у этой бабули, а куда нам ехать назад? Ну, мы посвящались с доктором. Я говорю, слушай, доктор, а если я останусь? Я понаблюдаю за Виктором, а заодно, может быть, если она мне разрешит, я останусь, посмотрю. Ну вот. Ну и я остался. Договорились с бабулей. Она там за определенные условия, за какие-то лекарства, и то ли там за шприцы, за что-то. Ну, в общем-то, говорит, оставайся. И вот я целый день пробыл там, и когда я увидел, как она мнет живот, то, естественно, у меня первый вопрос. Интересно, а я тоже разминаю животы? А у вас не бывает такого, чтобы обострение? Она говорит, нет, обострения не бывает, но ты просто не знаешь анатомию. Как не знаешь? Я анатомию. Знаете, у нас спортивный институт, но у нас анатомии было на 20 часов больше, чем в медицинском. Спортивный институт. И как-то я не знаю анатомию. Ну, ладно, смолчал. И она говорит, первое нужно вот здесь надавить, потом вот здесь, и она мне вкратце нарисовала. Я тут же взял, нарисовал, зарисовал это все. А потом уже, когда с Виктором мы приехали к нему домой, я взял все это дело, записал. Что же здесь? Ага, начал смотреть. А здесь же луковица 12-перстной кишки. Дальше. А что же здесь? А здесь донное дно желчного пузыря. А здесь что? А здесь что? И вот составился определенная схема. Составил определенную схему. Ну, тогда она, казалось бы, была сырая. Но начал работать по этой схеме, и я получил другой результат. То, что уже вот этих количествах рекламаций, будем, уже стало меньше. То есть, людей, которые от меня уходили в таком неудовлетворенном, их все меньше и меньше становилось. Ну и вот, а дальше работы уже и со спортсменами, и уже начали приходить колхозники отовсюду. Потому что результат есть. А дальше еще интереснее. Я начал работать уже, закончилась моя спортивная деятельность. Сначала в Дзержинске организовали медицинский центр с парнем с одним. Я его научил вот чисто техническим действием. И мы начали, когда работать, к нам народ как раз на заводе Завод Заря, интересный завод, поликлиника пустая. Вот как раз перестройка началась. Пустые как бы кабинеты, а к нам народ идет. Идет, 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 идет. Ну вот, и так сложилось, что такое количество, что, представьте, я утром приезжал на работу к десяти, и в одиннадцатом, двенадцатом часу я уезжал. Я на светофоре засыпал. Подъезжаю к светофору, если красный горит, я только глаза закрыл, открываю от того, что сзади гудят или по стеклу стучит кто-то мне. Но за этот промежуток времени у меня появилась уже уверенность. Я знал, что если работать вот таким-то, таким-то образом, вот в этой последовательности, то никаких обострений не происходит. То есть существует математическая модель. И бабуля нарисовала вот эту математическую модель. Потом уже, когда я получал зарплату, оказывается, за это, и очень приятно дополнительно, и дополнительное время мы посвящали исследование вот этих процессов, которые происходили во время манипуляций. И в то же время, тут же, в отличие от медицины, если мы что-то сделали, и тут же на курсантах военных училищ проводили испытания. И вот как раз у меня есть телефонная запись, где совсем недавно, неделю или там две недели назад, мне пограничник позвонил, с большой благодарностью, говорит, «Тимофеич, наконец-то я нашел твой телефон, и наконец-то я могу тебя поблагодарить. Благодаря тебе столько солдат, столько людей осталось жить, и благодаря этому мы выполняли боевую задачу, ну и всегда ее решали». Но, говорит, это очень нужное явление для всех. Я говорю, конечно, это нужно, это нужно, обязательно. И многие курсанты, которые учились в то время в зенитно-ракетном училище, в Краснодарском крае, они стали специалистами, потому что, когда он свой живот прочувствовал, и этот живот нормально себя ведет, и все в семье не болеют, а так как мне сейчас приходится читать лекции и в медакадемиях, мне приходится выступать в разных странах, в университетах, и все говорят, какая же в России медицина, нам бы такую. А ты про себя думаешь, да, конечно, шесть с половиной тысяч специалистов, которые выпустила наша организация, Ассоциация специалистов висцеральных практик, это для России ничто. Но, тем не менее, вот когда прошла конкретно конференция, то мы попросили, чтобы народ составил, сколько у него за год проходит и какой процент оздоровления, то оказалось, что, знаете, то есть это целый город, целый город людей, которые были в сложных ситуациях, а сложные ситуации когда? Когда миома, когда камни в желчном, когда камни в почках, когда циррозы печени, когда, и вот пальцев не хватит, или там болезни крона, они вообще нерешаемые в медицине. А что такое болезнь крона? Это когда кишка изнутри возникает, отек. А тут, оказывается, если эту кишку размять, а ведь все боятся живота, никто к животу не прикасается. Хирург, он вскрыл, посмотрел свое, ага, вырезать или не вырезать, зашил или отрезал. Терапевт тоже сейчас не прикасается. А тогда, как мы начали поддавливать живот, смещать, а ведь сколько органов смещенных. Да, почки опускаются. Если на попу упасть, почка присела и осталась там. А потом, по ходу, мы нашли такие вещи интересные, что часть мышц, которые там у нас присутствуют, они отвечают за состояние позвоночника. И если эти мышцы, с них тонус уходит, а уходит из-за чего? Мы органы приводим в порядок и ответные реакции, рядом лежащие ткани мышечные, они расслабляются. И поэтому, если мы с вами возьмем, даже вот, вроде парень молодой, красивый, можно я вас посмотрю? Да, конечно. И вот если повернуть голову, то вот здесь ни одной болевой точки не должно быть. Это уже дефект. Дефект? Да. Представьте, вот отсюда идет управление щитовидной железой, а вот сюда, чуть поближе, каротидный синусовый узел или звездчатый узел, который управляет работой сердца. Здесь вот, вот здесь, это зона, связанная с глазами, то есть отсюда выходит нервное волокно, которое управляет кровоснабжением глаза и уха. И если здесь напряжение, а напряжение из-за чего? Мышца, которая, ведь представьте, вот эта часть принадлежит почкам. Если с почкой что-то происходит, здесь возникает непроизвольный мышечный тонус. Ну, слегка такие неприятные. Так дело в том, что, а вот он, смотрите, какая рука, ну-ка потрогайте, она течет. Это как раз говорит о том, что здесь с почкой, к сожалению, не все в порядке. Слабость почки. И вот эта слабость почки, она дает напряжение здесь, в грудном отделе, в поясничном отделе, то есть вот эта боль. Да. И никаким ты усилием воли ты ее не снимешь до той поры, пока почка не раскачается, не раздышится. А что с этим делать? А вот теперь другой вопрос. Что с этим делать? То есть, но не то, что на прием. С 2006 года блуждают по интернету видеозаписи, где я читаю лекции, рассказываю об этом, а всего-то навсего нужно ее прокачать. Положить его, а ложись, ложись на спину. На спину? Да. На спину, не путай. В армию не надо брать. Согни, пожалуйста, коленочки. Да. И вот, обрати внимание, вот область пупа. Расслабься. А тут еще одна проблема у тебя. Какая? Это... Нет. Это диастаза. Головку вот приподнял, вот обрати внимание, вот здесь формируется как бы дырка. Угу. То есть, это когда меди не хватает в организме, возникает проблема соединительной ткани. И поэтому нужно увеличить количество меди. Либо ты потребляешь много молочных продуктов, молочные продукты тоже забирают. Потребляю. Откажись. Хочешь быстро посидеть? Скажу рецепт. Нет. Посидеть. Вот чтобы быстро посидеть, побольше творожка и побольше молочных продуктов. Угу. Тогда будешь седой, а грыжи эти, они тебя просто замучают. То есть, больше продуктов, в которых есть медь? Нет. Больше, да, и медь, и здесь то, что выводят из организма. Молочные продукты, почему, предположим, я их, ну, не для всех, но многим не рекомендую. Только по одной причине. Они хорошо адсорбируют яды и токсины, поэтому молочное, молоко используют в химической промышленности для того, чтобы человек, который там работает, потребляя, выводил из себя эти токсины. Но дело в том, что никто не пишет о том, что вместе с токсинами выходят и микроэлементы. И первое, микроэлемент, это медь, потому что она играет важную роль в соединительных тканях. И помните, пятаки привязывали, если у ребенка появилось, пятак, или на одежду пришивали пятак, так же и тебе здесь тоже нужно. А вот глядя на лицо, можно сказать, что здесь и правая почечка ослабела. У меня обе руки важные. Да. Но левая больше. И вот если ты ляжешь, расслабься, то вот здесь, вот эта зона, видишь, вот здесь не должно быть никакого болевого ощущения. И вот здесь, да, а вот здесь расслабься. Вот здесь, вот так. Нормально. Вот здесь боли нет. Нет. А вот нужно прокачать и прокат. Теперь приподними вот эту ножку вот на таком уровне, а живот постарайся расслабить. И тогда что делаем? Вот таким вот образом начинаем подкачивать до полного ухода дискомфорта. Сейчас он еще есть. А вот сейчас вот чуть-чуть покачаем и обрати внимание, что этот дискомфорт уходит, уходит, а в животе уходит. Да, а в животе появляется равновесие. Сколько лет тебе? 23. 23. И вот здесь еще одна особенность. Особенность заключается в том, что вот эта почка, она управляет кровоснабжением левой дольки пристательной железы. И всех, у кого ослабление левой почки, проблема с чем? С пристательной железой. И вот здесь вот, я просто как профилактика, чтобы нам с тобой больше не повторяться, если ты вот здесь добьешься, чтобы вот здесь ничего не болело, и это вот нервно-сосудистые пучки, которые управляют кровоснабжением пристательной железы. То есть из-за почек и ладони получается? Да, и ладони, это как следствие. И первый признак того, что у человека слабые почки, это пусть это ребенок, у ребенка голова потеет постоянно, родители не знают, что делать. А тут почку вот так, казалось бы, просто прокачали, улучшилась микроциркуляция. А самое главное, что если в этом промежутке человек еще покушает сливочное масло, то проблема еще быстрее уходит. А почему? Слой триглицеридов, слой жира, он туда приходит. Скажите, а ведь молочное, ну масло, это же тоже молочное. А вот масло, это молочный продукт, но это единственный молочный продукт, который можно нормально кушать. А теперь вот смотри, теперь с этой стороны ногу вот эту приподними, подержи, а живот расслабь. И вот эту часть нужно нам с тобой прокачать, расслабить. Есть тоже. Да, сейчас скажешь, когда все это дело уйдет. Суже лучше становится. Ага. И вот смотрите сейчас, так как здесь вот на лице, посмотрите, вот краснота, да? Красная щека. Красная щека говорит о том, что плохо усвоение кислорода тканями. Сейчас я покажу, где это регулируется, чтобы с вами все отпустило. Ну, уже в принципе нормально. Все. Вот такая простая манипуляция, но функция почек поднимается. А самое главное, это связано с органами малого таза. И органы малого таза начинают лучше функционировать. Теперь, давай, кушай, заодно, расслабь живот, еще побольше. Гепатит, чтобы гепатит решить эту задачу, нужно, конечно, дополнительно еще и травки попить какие-то. Я уж не буду говорить, чтобы, ну, по крайней мере, если вы работаете с гепатитами, особенно гепатит С, то там требуется уже более серьезного подхода. А, Б? Ну, гепатит Б, я думаю, что в домашней обстановке его можно решить. Циррозы печени тоже так же решаются, но опять же, не вся вот эта вот ситуация, когда мы говорим, что все решается. Нет, такого не бывает. Есть, конечно, вот болезнь Жульбера, предположим, это врожденная патология печени. С ней сложнее, но улучшить ее состояние можно. Ну, вот, и болезнь Крона. Если она оброжденная, сложно решить, улучшить. А если приобретенная, однозначно решаемая. И вот здесь вот как раз при болезни Крона, особенно если нижние отделы кишечника, то одна общая особенность у человека течет из носа. Постоянно течет, течет и не может справиться, сколько там не капает в нос. И бывает, приходит пациент, который чихает, и причем, ладно, там два-три раза, а то по 15-20 минут. И пока он чихает, уже из носа кровь идет. И достаточно продавить нижнюю часть, снять с этой кишки напряжение, и чих прекращается. Вот в чем дело. А? Сонка посложнее. Почему посложнее? Потому что это плесень, которая поражает системы. Плесень, которая, скажем, ну, как бы консолидируется в какие-то объекты, и она выпускает свою корневую систему. И представьте, что даже сыроежка, если открыть биологию, учебник по биологии, 10 сантиметров сыроежка, а корневая система 450 килограмм весит. И на полтора километра. Это биология. Так вот, когда консолидируются в нашем организме грибы, то и появляется так называемое онкологическое заболевание. То есть ситуация вот такая особенная. И поэтому часто бывает, человек пропил или прокапали соду там или еще что-нибудь. То, что является мощным антагонистом грибов. И онкопроцесс иногда исчезает. Но в любом случае, если капаются какие-то растворы, а вы привели живот в порядок, то уже раствор точно придет туда, куда ему положено. А представьте, если у человека проблемный орган, он отечный, отек сохраняется, и если капает, то этот отек не дает проникнуть лекарству в ту же почку. А если бы ее прокачали, а вот теперь прокапали, и вы получили другой результат. Поэтому вот за этим всем будущее. Хотя в 800-х годах ученые того времени говорили о манипуляциях, были даже докторские диссертации в 800-х годах. Но, к сожалению, медицина это все вычеркнула. Потому что химия, индустрия лекарств, она вытеснила все. И здесь практически это все давно забытые старые. То есть и вот эта тема, я считаю, она была у нас на Руси, но она как стекло, как зеркало, разбилась. Одна часть работает в Ставропольском крае, там вот то-то, то-то проводят. Другой, предположим, в Ижевской, в Удмуртии, бывает так, бабули приехали, а бабуля, бабка, занимается как бы лечением, ну, скажем так, женщина не может забеременеть. Она взяла нижнюю часть живота, размяла, улучшила микроциркуляцию, и вот тебе, женщина беременна. Другой вопрос, выносит она или не выносит? Это уже другой вопрос. Но она в печень не лезет. А в другом, в Красноярском крае, там занимается только печенкой. Нижнюю часть тоже не трогают. То есть, это как зеркало. Там кусок, там кусок. Или в Ставропольском крае, предположим, я там столкнулся с таким, живот заболел сюда, привязали мешочек с солью, увлажнили ее, замотали на ночь. Первую ночь, вторую ночь, и что наблюдается? Как гной начинает выходить. Иногда пуп открывается, оттуда зелень вылазит. Что за зелень? Но оно выходит, и пациенту хорошо по здоровью. Прямо с пупа. То есть, соль за счет осмоса начинает собирать вот это все. Конечно, это отдельные ситуации. Но, и мы можем, кстати, здесь небольшая грыжка у вас. А вот пальчик засунь, там маленькая дырочка. Ее не должно быть. Нужно будет поставить вам баночку, и синяк, который здесь образуется, он съест. И вот этот пуп поменяет свою форму. Да. Синячок, который там сформируется, он сдавит вот эту дырочку, ну и вот. И, в принципе-то, здесь, вот обратите внимание, у нас был в свое время один парень интересный в секции, когда мы тренировались. Он уголок держал. И когда он старше нас с Лукичем, представьте, он пришел в больницу, а у него грыжа вылезла, вот как у вас, только здесь разошлось, и вот такая шишка стоит. И ему хирург говорит, качай пресс. Он говорит, да я сейчас, если я повисну на руках, все ваши поликлиники вместе взятые, столько не продержат, сколько я держу. У него просто по жизни вот такое свойство. Ну вот он приехал ко мне, я говорю, Миша, во-первых, давай говорите о том, что нужно питаться такой пищей, которая не вызывает вздутие живота. То, что вызывает вздутие, либо вы ее готовить не умеете, либо это не ваша пища. Потому что мы здесь сидящие, все разные. Попробуйте якута накормить яблоками, горохом, но дело в том, что они приезжают, когда сюда, женятся на русских, и сахарный диабет развивается. А почему? Представьте, у них система пищеварения другая. Два с половиной килограмма мяса, триста грамм жидкости, жиров, то есть, и это суточная. Норма. И у них не бывает повышенного холестерина, вообще у них мало сердечно-сосудистых заболеваний. А когда приезжают или детей направляют в интернат, и тут у детей повально начинаются сахарные диабеты, тут возникают проблемы с кишечником, потому что у них система пищеварения другая. И у них длинное туловище, короткие ножки. А у нас, у европейцев, у нас длинные ноги, короткое туловище. А длинное туловище, это как раз расположение желудка вертикальное. Понимаете? И природа так сделала, она разные варианты пробует нас. Предположим, полные тоже нужны. Если, предположим, поменялась среда, окружающее пространство, стало холодно, полные выживают, а худые замерзают. Конечно. И поэтому, да, разные обмены. И, естественно, нет, а все, я показал таким образом, да. А вот грыжа, вы сказали, она чем-то грозит или нет? Еще дальшим расхождением. А потом, что может быть? А потом может быть хирургия. То есть, ее надо удалять. Не удалять. Это не удаляется, это решается с помощью пищи. Я к чему рассказал про Михаила? Потому что у него подобная ситуация, он наестся, живот раздуло. Вот представьте, а вот в эту сторону нет мышц. Мышцы все у нас, вот, квадратные. Вот они, сгибаются, разгибаются. А сюда нет. И поэтому, здесь, когда живот раздутый, то оно растягивает все. Апоневроз растягивается, и тогда, так называемая, вентральная, ну, грыжа появляется. Грыжа белой линии живота. Или диастаз еще. Диастаз. Вот сейчас у вас пока диастаз, это называется. Что значит? То есть грыжа есть, но она маленькая? Она еще начальная. А, маленькая. Но, так как ты на начале жизненном пути, нужно соблюдать определенные условия, то есть, чтобы не было вздутия живота. Не было вздутия. Да. Пища, и первое, что дует, это хлеб. Исключи из рациона хлеб. Здоровше будешь, Хлеб, капуста квашеная, она нормально усваивается. Вот. Да, а вот сырая, она дует, и поэтому о вреде вегетарианства дарить нужна отдельная тема. То есть, потому что есть категория пациентов, когда идет поток народа, и можно сделать какую-то, скажем так, как-то сортировать людей. Ага, этот пришел с чем? С камнями в желчном. А почему камни в желчном? А он не ест то, что изгоняет в желчном. Предположим, он не ест мясо, он не ест жиры животного происхождения. А посмотрите, наш мозг, наш мозг 90% это жира животного происхождения. Легкие 85% животного жира. И если вы не потребляете животный жир, то, извините, вы можете попасть и с ковидом первые, ну и с мозгами, память начинает страдать. Вот в чем дело. Животный жир нужно, но вы должны понимать, что есть особенность усвоения мясных продуктов. Мясо всегда кушаете с жиром. Жир – это щелочь. И щелочь ощелачивает, ведь у нас от мяса, да, возникает много продуктов распада, в том числе мочевина, молочная кислота, то есть это все закисление, перекисление. А вот чтобы этого не было перекисления, нужно использовать жир. И поэтому, если мы с вами говорим про плов, то плов должен быть жиром, а не должно быть рисовой каши с мясом. А вот по поводу почеку вы прокачали – Да. А теперь вот здесь ложись теперь уже на живот. И давайте проверим такую еще особенность. Особенность заключается в том, что когда у нас появляется красная щека, то это застойное явление в легочных структурах. И вот если мы нашего парня простучим, подскажи мне, где-то здесь есть боль? – Ну, не сильно какая-то, не очень приятная. – А здесь? – А здесь? – А здесь? – Ну, я не могу сказать, что больно, но приятно. – Ну, а вот здесь? А где неприятней? – Вот здесь нормально, чем больше. – А вот здесь неприятно, да? – Ну, не очень приятно, да. – А почему? Здесь застойное явление. И опять же, если обратите внимание на такую особенность, если мы с вами простучим чуть-чуть подольше, то легкое начинает вибрировать. И за счет вибрации слипание с поливральной областью исчезает. И вот смотри, уходит, дискомфорт ушел. – Кстати, да. – Теперь находим другую и опять выстукиваем. До исчезновения. Видите, простой способ решения проблемы с легкими. И лицо тогда меняется, тогда вот из красных пятен нет. – Нет, еще остается. Но обычно, когда простучали, пробили это все, то лицо очистилось. Вот такая вот особенность. Так же, как мы с вами и про желудок. Ну-ка, сейчас, садись. – Вот липомы растворяются? – Липомы, как ни странно, может быть, есть такая терапия герзон. Вообще, липомы появляются чаще всего из-за проблемы печени, нарушения жирового обмена в печени. И обычно, когда липому, ее берут из нее, так сказать, биопсию, просматривают, что такое липома. Липома – это накопление токсических компонентов, токсинов. И вот эти токсины, естественно, когда берут пробу, то, ага, это могильники захоронения ядов, которые организм не сумел переработать. И поэтому, если вырезать чисто, скажем так, хирургически, то на место одной липомы может появиться еще две. Ну и мы столкнулись, однажды был такой случай, когда поступил пациент, у него все тело покрытое, и голова, кроме лица, покрыта этими жировиками. И вот мы провели 10 дней, привели живот в идеальное состояние, а липомы как были, так остались. А тут я прочитал одну интересную статью, так называемой терапии Герзон. Это кофейные клизмы. Когда хорошее кофе не сюда пьется, а вводится в прямую кишку, задерживается. И вот эта задержка, она способствует тому, что кофе начинает всасываться, и оно хорошо воздействует на печень, на обмен печени. А вообще, ребят, иногда, когда печень начинает страдать, попейте лецитинчику, иногда можно попить расторопший, текучесть желчи увеличивается, тогда облегчается состояние. А если это в сочетании с манипуляциями, то даже дает выздоровление. Вот такие вот интересные моменты. Шрот-расторопши, да? А? Шрот-расторопши. Шрот. Ну, лучше бы, конечно, саму расторопши. А почему? Да потому что часто бывает так, что уже отобрали масла из расторопши и сделали из нее шрот. То есть там нет масла. Если же нормально берете зерна, помололи их и дома сами употребляете, эффективность ее тогда на порядок, на голову становится выше. И, кстати, и вот здесь, вот эта зона, она принадлежит вот как раз этой почке. Кофе доводится до закипания и три столовые ложки на литр. А, воды, да? Да, на литр воды. Где-то 15 минут варится, потом остывается, процеживается, и дальше с помощью клизмы вводится и задержать минут 15 к себе. Человек ложится на правый бок. Ну вот, и этому парню 13, он договорились, что 13 процедур. Он сделал 13 процедур, на 13-й день он приходит ни одной липом и не осталось. Одним днем исчезло все. Да. То есть как один из способов активации обмена печени. У нас печень участвует во многих процессах, в том числе и зрение, зависит от печенки. И если, предположим, человек попил алкоголя, то на следующий день он хуже видит. А при циррозах, когда народ приходит с циррозами, у них одна общая особенность. Какая? Мутные глаза, рыбьи глаза. И вот эту вот пленочку, которая формируется на роговице глаза, ее ничем не сотрешь, пока ты не приведешь печень в порядок. И поэтому по глазам можно многое рассказать. Так что вот. Ну и вот здесь вот, конечно, у парня, видите, щеки горят. Здесь просто нужно поглубже проработать легкие. Или еще, тебе домашнее задание сегодня, может быть, завтра посмотрим на тебя. Тебе нужно взять кастрюлю, в эту кастрюлю налить воды из расчета на литр воды столовая ложка соды. Накрыться старым одеялом или там чем-то и подышать. 15 минут. То есть целую кастрюлю? Да не обязательно. Можно маленькую кастрюлю, но тебе нужно, чтобы ты подышал, чтобы в легкие попало это все. У соды есть отличное свойство. То есть она, во-первых, улучшает состояние крови. И когда мы иногда, ведь представьте, в реанимации, когда поступает человек, первое, что делает, делали, капали соду. Для того, чтобы помочь снять с алкоголизма, тоже капали, потому что алкоголь это тоже отравление. Капали содовую воду, бикарбонат, натрия. Ну и вообще в реанимации это часто самый нужный раствор, который нужно было вводить. То есть и практически мы, видите, с вами страдаем разными тромбозами, а это все дефицит соды в организме. И вот как раз левая эта почка, она и является тем главным регулятором буферной системы, то есть зарядов эритроцитов. Именно левая. Да. А правая, она регулирует газовый обмен, ребята. И поэтому, когда вы сильно устаете, то в первую очередь усталость идет из-за чего? Правая почка регулирует газовый обмен. Она поддерживает уровень углекислого газа в крови. Так вот, если этот уровень падает, дышите хоть кислородной подушкой. Кислород туда плохо проникает. Поэтому в литейных цехах всегда стояли газированные аппараты, потому что газировка, она способствует более полному усвоению тому небольшому количеству кислорода, который остается во время горения доменной печи. Вот Лео Бакерия говорил недавно, что говорит, не надо воду пить без газа, надо с газом. Ну, понимаете, опять же, рассматривая так, я рассматриваю, вот для этого человека, если здесь слабость есть, почки, правой, значит, нужно попить водички. Газировку. Да, и он на уровне интуиции, смотришь, у парня, у которого, предположим, удалили почку по каким-то причинам, он пьет газировку, ему это нравится. А нравится, потому что физиологично для него именно. А кого-то, у кого нормальная почка, ну, тогда зачем смысл этого, тому тогда уже ну, это уже попробуй, если тебе понравится. И опять же, это временное явление, попил, все пришло в норму, и надность не отпадает. А вот то, что видите, с лицом, да? Это вот как раз характерное для того, чтобы нужно отработать с легкими. Да, это застой в легочной структуре. У меня вы появили три проблемы с почками. Слабость почек, это проблема, как бы, и она определяется тогда, когда ты поднимаешь, она еще начальная, поэтому на начальном уровне она легко решаема. Надо ее убрать на начальном, да. Ну вот. Теперь, ребята, вот состояние печени, как определить, самое простое? Человек с проблемной печенкой всегда храпит. Храпящий человек – это человек, у которого печень отечная. А если отекает печень, то отекает корень языка. И, естественно, когда наши доктора работают, то приходит пациент, спрашивает доктора, а ты храпишь? Да. Вот сегодня или с завтрашнего дня твой храп должен исчезнуть. И все, он уходит. А почему? Отек ушел, растяжение капсулы печени прекратилось, корень языка перестал отекать, а вообще состояние печени можно определить вот здесь. Взяли, надавили, где корень языка. Если здесь болит, значит, с печеночкой не все в порядке. И в то же время покраснение языка. Красный язык – это тоже проблема печени. Бордовый язык – это уже глубоко зашедшие процессы. Так что вот. И поэтому, когда мы с вами, ребята, говорим о здоровье глаз, о здоровье слуха, о бонянии, вообще о зубах даже, если вы будете приводить шею в нормальное состояние, то вам стоматолог долго не понадобится, по крайней мере. Конечно, когда к этим знаниям приходишь, когда тебе уже мне вот 71 год, ну да, я врать не буду. Но дело в том, что мы с вами говорим о том, что если нам с вами поддерживать в нормальном состоянии шею, то стоматолог не нужен. Ведь представьте, оказывается, пища, если она порубленная, размятая и проглоченная, она лучше переваривается. Поступая в луковицу 12-перстной кишки, ворсинки ее легко продвигают. Человек ходит чаще в туалет, нет хронических запоров. Теперь, если он рубит, то у него слюны и железы постоянно выделяют лизоцин, муцин, много слюны, которые смачивает пищевой комок. Далее, оказывается, а можно я посмотрю ваш рот? Открой. Вот. И что мы здесь видим? Ребят, здесь тоже одна интересная особенность. Высокое небо. И видишь, челюсть щелкает, смотрите. Закрой рот, все, видите? А о чем это говорит? О том, что сформировался ложный сустав. Из-за жевания формируются ложные суставы, то есть твой сустав разболтанный в результате жевания. А теперь другое. Посмотрите, как устроен наш слух. Вот слуховой проход, вот идет он сюда вот под челюстной аппарат, и когда начинается вот эта проблема с суставом, человек становится, во-первых, вестибулярка падает, вестибулярное нарушение развивается, глухота, и здесь же находится в этом месте атолитовый маятник. Этот атолитовый маятник регулирует синхронизацию внутренних органов, пульсов. Ведь у нас, если взять правую почку, она 6-7 раз за сутки подталкивает желчный пузырь к опорожнению. Вот эти вот ритмы начинают нарушаться. Теперь, кроме всего прочего, вот если посмотреть на нашего парня, у него челюсть немножко ушла назад, и она дальше будет уходить. А к чему это приведет? Подъязычная кость начинает передавливать нервы, которые управляют кровоснабжением щитовидной железы. И поэтому здесь появилась работа для эндокринологов, потому что передавлены нервные волокна челюстью и неопущенное высокое небо. А почему? Вот чтобы решить эту задачу, нужно две недели каждый день не есть, а рубить пищу. Да, стучать, перемам, ее не размалывать, а рубить. И ты замечаешь, что стоматология уже тебя перестала интересовать. А здесь разболтанный сустав, здесь нужно будет чуть-чуть подработать, здесь, чтобы он встал на свою исходную позицию. Вот он, видите? И, естественно, и поносить капу. Сначала ты одеваешь капу, есть капа, которая специально ортопедическая, она выравнивает прикус, и ты одел ее, сначала час посидел, и ты понял, что все напряжение, вся боль из головы перешла вот сюда. И ты берешь, начинаешь разминать, размял эти суставчики, и когда уже два часа ты сидишь, и ничего у тебя уже не болит, дискомфорта нет, зубы встали в нормальную позицию, то теперь ты уже на ночь, и ты должен ночь с этой капой проспать, и утром посмотреть, она у тебя на месте, а не выплюнутая под тобой лежит. И тогда сустав начинает потихонечку смещаться, и ты начинаешь рубить пищу, у тебя, ты начинаешь ходить лучше в туалет, и вот здесь-то как раз вот эти все каши, которые мы с вами возьмем, овсянку, это слизевой продукт, который, почему ее используют при язвах желудка, при язве луковицы двенадцатиперстной кишки, она по 3-4 часа стоит там, прилипшая, и ворсинки кишечника не способны ее передвинуть. Ну, в конце концов, за 4 часа они ее, и поэтому, когда язва луковицы или язва желудка, мы назначаем ее. Но и то, если желудок размять, расслабить, то что произойдет? Желудок начинает работать в другом режиме, ребят. А теперь можно я еще посмотрю ваш язык, высуньте его. Нормально? Можно? Да ладно, высуньте вас, как вы делаете. Ну, покажи. Здесь, конечно, невроз. Да, есть. Да, приличный невроз. Да, есть невроз. Так, ну-ка, можно и вас. Расслабьте его. А давайте вы сюда. Ребят, когда отпечатки зубов на языке, то это говорит о неврозе. Это стрессовость. Отпечатки зубов по передней поверхности. И в то же время, когда этот индикатор появился, значит, здесь желудок напрягся. Желудок напряженный. А напряженный желудок плохо формирует пищевой комок. Но здесь нужно еще одну интересную особенность. Покажи мне, пожалуйста, твою руку. И вот здесь я вижу еще одну проблему. Знаете, какую? Дело в том, что мы так устроены, что желудок у нас вот в вертикальном нашем положении, он накрывает артерии тестикуляриз, которые несут кровь к яичкам. И когда желудок напряжен, он передавливает эти артерии. И тогда, а у нас с вами должно как? Указательный палец это эстрогены, безымянный палец это тестостерон. И вот длина тестостерона должна быть для мужчин она больше. Американцы пишут в своих работах, что это нерешаемая задача. Но они никогда не сталкивались с чем, что оказывается, есть у нас висцеральная терапия, которая за один день может снять это напряжение с желудка, убрать это ущемление, и тогда длина пальцев меняется. И естественно, когда женщина к нам приходит, которая не может родить только по одной причине, смотришь ее пальцы, а у нее на пальцах-то написано, что это мужчина, а не женщина, что у нее эстрогенов вырабатывается меньше, чем тестостерон. А почему? И опять тот же желудок, если женщина постоянно в напряжении, спазмирован желудок, отпечатки зубов, передавливание этих артерий, и проблема создается. А приляг теперь. На живот, на спину. На спину. И вот указательный это эстрогены, а вот это безымянный. Вам придется, собственно, вы должны понимать, что от того, как работает желудок, зависит многое. И даже зависит, вот, давай-ка, еще раз сядь, пожалуйста. И вот если мы находим напряжение на этих мышцах со стороны спины, здесь нет боли случайной? Нет болезненности. Здесь, вот здесь. Так вот представьте, когда желудок опускается, а он опускается тогда, когда в одервенежном состоянии, меняется его структура, то он повисает на пищеводе. А пищевод-то крепится вот к этим мышцам. То есть передние лестничные мышцы. И тогда голова у человека по теории должна уйти вот сюда. А мы же ее выпрямляем, нам надо вперед смотреть и изучать приемы. И тогда постоянное напряжение в этой области шеи, оно указывает на то, что вы никогда не решите проблему с шейным отделом, потому что нужно приподнять желудок, чтобы он не тянул, и тогда разгибатель головы он не будет нагружен. А так все, у кого напряжение по задним поверхностям нашего шейного отдела, это люди, которые страдают при опущении и опущением желудка. Поэтому приляг. И вот теперь если мы с тобой возьмем вот эту зону интересную, давай-ка. И вот отсюда мы если поддержим, то и вот отсюда поддернем. Вот он желудок, чувствуешь? Вот этого напряжения не должно быть. А сами не сможем это сделать. А кто же вам сделает? Подождите. Наша с вами задача, чтобы желудок расслабился, чтобы отпустило эти артерии, а через две недели посмотрели на пальчики, а они другой уже длинные. Вот вам. Ну бросьте о чем. Я вам не сказки рассказываю, а то, что есть на самом деле. А как самому -то делать? Ребята, ну как, кто-то поможет. А, понял. Второй. И вот отсюда вы взяли, вот чуть-чуть. И вот он плотный, твердый желудок. А теперь, если его толкать вот таким вот образом, он начинает расслабляться до полного расслабления. Каждый день. Ну, если бы сегодня сделали утром, вечером, вы уже чуть-чуть, а на следующий день уже ничего не болит. Натощак? Вообще, пациент к нам приходит не тогда, когда нам нужно, чтобы он натощак, а когда заболело. И вот мы работаем тогда, когда проблема. Ну, поел. Ну, а по теории-то, ну, пища там легла, а желудок все равно напряженный. Напряжение-то остается. И вот, обратите внимание, боли все меньше, меньше. Дискомфорт. все ушло. А всего-то сколько нужно, чтобы расслабилось. А теперь вот отсюда. Так. И здесь подрабатывали. А поджелудком еще и поджелудочный лежит. И одновременно, продавливая таким образом, мы выдавливаем застоявшуюся кровь из сосудов, из мелких сосудов поджелудочной железы. И туда, и вниз. Все отпустило? Вот таким вот образом. А теперь желудок переходит в луковицу 12-перстной кишки. А теперь давайте посмотрим. А что здесь вот? Вот так вот есть боль? Говори, слава. Вот так? Чуть-чуть. Чуть-чуть. И опять этого чуть-чуть, но это чуть-чуть находится там, где протоки печени входят под желудочный в луковицу 12-перстной кишки. Нет, это вот здесь желчноводящие пути. Все? Ну, вот вы там чуть-чуть пожали. Да, ну, все. Видите, а теперь вот так, если ноги на бок положить, протрузии в шею уйдут, да? Так уходит напряжение. А напряжение уходит, и протрузии нет, и грыж нет. Не, ну да, буквально вот чуть-чуть пожали. Ну, и вот. А теперь вот отсюда мы еще. Здесь есть еще остаток? Да, есть. И опять подождали пока. То есть нам со всех сторон эту луковицу нужно обжать, чтобы снялось напряжение, и чтобы желчь нормально истекала, и чтобы было нормальное пищеварение. А представьте, что делает желчь. Во-первых, она активизирует ферменты поджелудочной железы. Она нейтрализует соляную кислоту, которая идет с желудком, и желудка с пищевым комком. Она способствует расщеплению жиров. Она способствует активации ферментов поджелудочной. И пусковая, самое интересное, то, что она перистальтику запускает кишечника. И поэтому, если человек нервничает, волнуется, у одного запор начинается, а у другого расстройство. Это потому, что спазм у одного в открытом состоянии, у другого в закрытом. Если желчь постоянно истекает, расстройство живота. А если не истекает, замкнулся в таком состоянии, то запор недельный. Все отпустило? Вот. И здесь еще. Вот здесь вот. Еще чуть-чуть осталось. Надеюсь, поблагодарю. Спасибо. Ну, и, ребята, у кого есть влечение к медицине, я думаю, что можно в наш центр. И у нас четыре уровня. А мы здесь проводим. Проводим, ну, как бы, первый уровень, второй, третий, желательно, Москва, потому что это чисто практические и сложные заболевания, такие, как, там, предположим, рассеянный склероз. Мы не говорим лечение, оздоровление. Либо такие сложные заболевания, которые в медицине либо обходят, либо наши взгляды на всю эту природу вещей. Как это можно попробовать или постараться решить. Ну, и многие вот эти темы, они позволяют уйти от сложных заболеваний. Ну, и я уже упоминал, что часть тех курсантов, которые, то они даже у нас проучились. И среди наших выпускников есть здесь, в Санкт-Петербурге, специалисты, которые, в прошлом, бывшие военные, которые выполняли боевую задачу в Афганистане, где-то еще, ну, и пользовались всей этой темой, и она у них как бы по жизни идет своя. Так же, как иногда разведчики приходят, которые воевали, им уже за 90 лет с лишним, он говорит, Агулов, вот ты там про соду, а мы соду этой всегда ее с собой при себе носили. Змея укусила в рот, потому что агрегация крови эритроцитов произошла, слиплась, все, человек умер. А тут щелочная среда или там обожгла, в море купались, медуза, тоже сода. А сколько ее пить, вот по-вашему? Ребят, здесь, конечно, нужно прерывисто, желательно, потому что всех тренирует, и организм тренирует в таком прерывистом состоянии, как космонавтов. Скорость катания колеса, то в другую сторону, то вращение такое, то быстрое, то медленное. И вот, знаете, должна быть вот такая вот ситуация. И мы с вами должны пользоваться. Чуть-чуть попили, перерывчик, потом еще попили. А дозировка? А дозировка? Ну, где-то здесь нужно посмотреть по вашей воде. Есть PH-метры или тест-полоски. И можно посмотреть, какая ее PH, исходя из этого, пол чайной ложки, кто-то чайную ложку, если она вода кислая. Потому что у нас в районе, ну, вот представьте, у нас в одном районе 6 PH, 6,5, в другой, вот сейчас, где мы находимся, там 7 PH. Там, конечно, меньше соды надо, потому что она нейтральная. А там кислая. А кислота кислоту не вымоет. И поэтому мы с вами должны понимать, что наша усталость, она зависит от того, сколько кислот в нашей крови. И поэтому Олимпийские игры в Мельбурне, когда 50 золотых медалей были выиграны только на соде. Пили соду, вводили в вену, делали клизмы с вены, прямую кишку. Вот вам, пожалуйста, это сода. То есть, это... это повторим. Да. Оп, оп. Ага. Любимый путинский вот этот. Да. Повторим. Еще раз можно повторить очень хороший прием. Сейчас. мне тоже понравился. Оп. 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 Мы все не знаем вот только такой. Запрос. Желательно. Да, да, да. Оп. 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 Конечно. Как это? Так. Оп. Ну и другой вариант. Не уши? Не, не, нет. Вот это движение, которое ты показывал, помнишь? Да, здесь опять из серии Александра Ивановича. Это вот когда нога идёт сюда, а вот это вот сюда. Вот это вот и сделаем, нормально. Ладно, спасибо. Не слышно щелчка. Спасибо. Аплодисменты. 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 А, кстати… Не, вот сидишь, пяточка, это вообще красиво. А, кстати… Был такой случай интересный. Прежде чем прийти к Александру Ивановичу, я пришёл в каратэ. Ну, естественно, нам назначили тренера или наблюдателя. Мы получали какие-то домашние задания, уезжали в Зержинск. И буквально через месяц нам приглашают на типа вот практикум. Приезжаем, а там соревнования. И нас всех завесили весовые категории. Нифига, а я и правил не знаю. Зашёл в раздевалку и видел, как там человек ногой вертикально ногу и кладёт её. Нифига себе. Это точно не пройдёт. Ну и вот, и что же делать-то? Правила не знаю. На татами вызывают. Я решил драться, как дерёмся на улице. Ну и вот, примерно такая картина. Ну давай. И вот встали каратисты там ногой. Видите, а получается что? Вот я как... Он, естественно, если ты сымитировал, он отступает. Нога пошла. Как дал. А там же ещё стресс. И у всех такие полёты, падения. А дальше не знаю, что делать. Там кричат, добивай его. А я не знаю, как добивать. Ну вот. Нас подняли. Он встал. Опять в ту же позицию. Думаю, ну второй раз уже, наверное, не получится. Оно получилось. Я опять как дам, опять. А теперь я уже знаю, что по нему надо сымитировать. И таким образом я стал вторым на Москве. Спасибо. Молодец. Так, вообще, ребята, такая интересная особенность. У человека программа жизни в голове. Человек, как биологическая система, должен жить 144 года. Это его биологический возраст. К сожалению, мы не живём такой возраст. Обычно 90 лет – это предел мечтаний. А на самом деле всё намного проще. Первое, что нужно сделать, чтобы в животе ни в одной точке, ни в одном положении, что бы вы ни делали, в животе ничего не должно болеть. А для этого нужно делать профилактику. И понимать, что те животные, которые имеют горизонтальное положение, а у них сердце, лёгкое, печень, почки, кишечник – они все на одном уровне. И получается, что сердце здесь работает без нагрузки. У животных в горизонтальном положении, у них нет практически проблем с шеей. А у нас у каждого, если мы возьмём любого человека, у нас у каждого проблема шейного отдела. Почему? Голова тяжёлая и плюс рефлексии. Рефлексии – это когда идёт сдавление мышцами нервных волокон, которые управляют кровоснабжением глаз, щитовидной железы, дёсны, зубы. В конце концов, слух, обоняние, скорость мышления, память – они все зависимы от шейного отдела, как ни странно. И, конечно, поэтому нужно больше уделять работе внутренних органов, потому что они тоже завязаны с этими мышцами. И если орган начинает функцию его снижаться, то ответная реакция какая? Напрягается мышечная группа. И вот это напряжение приводит к ущемлению оболочки нервного волокна. Именно через оболочку идут импульсы. И тогда возникает проблема, и тогда сокращается наша жизнь. То есть вся идея заключается в том, что если мы с вами больше уделяем внимание своему здоровью, а потом уже следующий этап – это пища. Пища, которую мы должны с вами кушать, она не должна вызывать вздутие живота, поддерживать определенное состояние, скажем так, жидкости в организме. А для этого попили водички, а через какой-то промежуток сходили в туалет, и если моча каких-то цветов, нужно еще попить воды. Причем водичка должна быть щелочная. А чем вы сделали эту щелочную воду? То ли вы ее взяли из какого-то источника, то ли вы ее взяли, добавили туда соды хорошего качества. Ну вот. И причем это можно делать периодически, потому что в данном случае, если смотреть кровь, нативную кровь, то есть живую кровь, и мы увидим одну интересную особенность. До воды эритроцитные массы часто у людей, кто не занимается здоровьем, слившиеся. И тогда, как только попили содовой водички, каждый эритроцит начинает плавать отдельно. И это очень хорошо показывает, что вот разная вода, разные качества и разная ситуация. И, конечно, когда кровь становится текучей, когда становится нормальной, то многие процессы в нашем организме, они коррелируются. И за счет этой корреляции происходит удлинение жизни. И ты, конечно, удивляешься, когда приходят такие же пациенты твоего возраста. Они все с палочками пришли, они все в очках, они все какие-то сморщенные, засохшие. И вот начинаешь, когда с ними говорить, они такое ощущение, что они не хотят жить. И говорят, да мне некогда, как же некогда, это для тебя, это для твоего здоровья. И мой утренний день начинается с простой гимнастики. Вот обратите внимание, если вы по мигулину, вот, взяли, сколько вам лет, отстучали. И вот это вот движение, оно позволяет на каком-то промежутке, особенно утром, завести организм, промыть все сосуды. Теперь взяли, потянулись, потому что растяжение фасций здесь растягивается. Растягивается и в животе, растягивается и на ногах. И тогда меньше напряжения. Рекомендую взрослому населению на ноги одевать утяжелители. И попробуйте пройти хотя бы 5 километров с утяжелителями в 5 килограмм. И вы заметите, что у вас меняется походка, у вас перестают болеть суставы, проблема простаты уходит. А самое интересное, что улучшается потенция у человека, которому уже, казалось бы, 70 или за 70. И вот такая вот особенность. Ну и, естественно, в 70 лет мы с вами должны легко доставать пол руками. И если вы поделали вот эти упражнения... Я тоже делаю. Да, вот, Евгений Лукшевич. Видите? Поэтому вот эти упражнения, они нужны. И достали поло. Спасибо. Удачи вам и здоровья. Спасибо. 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 Продолжение следует...